Я вообще думаю, что следующий ход будет, знаешь, какой? То есть возвращение Конституции 96-го года. Я так думаю. То есть это уже вброшено, то есть сейчас уже все ключевые посты под президентом. Теперь ему останется вот Конституционный суд уломать, они запросто примут это решение, они примут любое решение, которое им сказано. А что, это решение Конституционного суда может решиться, да? Ну, не, ну, правильно, ну, смотри, вот после, так сказать, требования, после Майдана, основное требование Майдана, одно из требований Майдана, это был возврат Конституции 2004-го года, ну, 2005-го, который после Майдана, после помаранчевой революции. То есть ведь после помаранчевой революции у нас стала парламентская, президентская. Потом приходит Янукович, он опять уломал Конституционный суд, опять они делают возврат к 96-му году. Потом наступает Майдан, основное требование, что это узурпация власти, значит, отменить Конституцию, это самое, опять вернуться к той Конституции. Возвращаемся к той Конституции, сейчас Порошенко, говорит, опять анонсирует вот идею возврата, вбрасывает пока еще нет. Войное отрицание, отменить отмену. Отменить отмену, да. Поэтому это будет следующий этап, то есть попытка, вот попытка уже полной узурпации власти, вот, и поэтому, ну, я говорю, чем это кончится, я знаю прекрасно, потому что такие, когда человек наступает на эти грабли, которые привели к крушению той диктатуры, и опять строят тут же, тут же, понимаете, это идея того, что опыт, как любил Мираб, говорит Мамардашвили, что опыт не извлечен, то есть это идет то же самое, повтор, бесконечный повтор, то же самое. Вот, поэтому я и говорю, что я не оставляю шансов, почему? Потому что я вижу вот эту основную тенденцию, вот, и как бы, меня поражает другое, что парламент идет на это, вот, все партии, фракции. Там еще идут же переговоры пока, что там собирают, ну, что-то удастся сделать. Он же не уверяет, что уже договорено с руководителями фракции, кроме самопомощи. Вот, это меня тоже удивило, потому что, здесь вообще вот интересно, как бы сначала Ляшко первый вышел, вот, значит, потом, а самопомощь долго колебалась, выйти, не выйти, вот, мы, они говорят, мы выйдем, потом нет, мы не выйдем, нет, мы выйдем, нет, не выйдем, потом, значит, вышла батькивщина, тут и самопомощь, как бы, собралась. Вот, вроде коалиции нет, она разрушена и так далее, а теперь, значит, потихонечку все начинают обратно заходить, а самопомощь нет, меньше всего ожидал, что именно она откажется. Ну, а два слова о коалиции, о том, что в парламенте-то останется, там же не будет Гроссмана, как вот, мы прогнозируем сегодня, то кто-то должен быть спикером, да, если он будет не из ПРП, а какой-то человек случайный? Нет, ну, они говорят, поруби, поруби, спикер, поруби. Хороший, да, хороший спикер же вот так. Ну, спикер, да, вот, и так далее. Ну, в общем, короче говоря, я же говорю, что они, как бы, вот, но будет вот то, что называется, уже сейчас есть, мне кажется, право президента, да, какой-то распуск, и нечередные выборы, или что-то спикер. Нет, категорически не будет, категорически не будет, потому что для него это обрушится полностью его проект. Вертикаль, вот он это все так строил, такими вот маленькими... То есть, если Гройсман, то никаких выборов... Никаких выборов не будет. Осенью, да. Ничего не будет. Я говорю, меня поражает, почему члены других фракций, вот, они, они проглотили кандидатуру Гройсмана. Я не могу никак в поле. Вот, не могу. То есть, интересно, они что, то есть, то есть, речь же даже не идет о том, хороший он или плохой Гройсман, как таковой, то есть, речь идет о том, что это член БПП, то есть, что когда все, все ключевые посты в БПП, то хотя бы из этих соображений, допустим, он хоть 7-5 его лбу, чего нет, на самом деле. Но в реальности почему? То есть, фактически, невольно, даже парламент оказался соучастником этого переворота. Ну, Алексей, это же такая, знаешь, получается, у тебя арифметика. А что у нас является алгеброй революции? Это всегда же вот тут какая-то высшая математика. Просто сложить там БПП и... Ну, Гегель, ты же помнишь, Герцан говорил о Гегеле, это алгебра революции, диалектика. Диалектика, да. Да, диалектика. Ну, знаете, я могу, конечно, придумать, сказать, что это сделано специально, некоторыми дальновидными, чтобы поставить Гройсмана, чтобы окончательно угробить режим. О, вот она, диалектика. Вот она, диалектика. Может быть, оно и так.